Ау, тигр! Давай! Я заведу тебя! Сожри игрока! Давай, мой мальчик! Молодец! Я не знаю, что ты готов к бою! Давай, тигр! Хе-хей! Здорово, народ! Какие дела? С вами Сергей Халье! Вы смотрите канал Hellplay! Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что нас сегодня ожидает очень интересное приключение в игре под названием Доктор Лангисков The Tiger in the Terrible Cursed Emerald с таким вот длинным названием у нас игруля. Друзья, над ее разработкой трудился один из создателей The Stanley Parable, что уже для нас проливает свет на то, примерно, как она будет реализована внутри. Ну а действие игры будет происходить вокруг первого бета-теста этой самой игры. Вот так вот интересно, да. И роль у нас здесь будет достаточно интересная, но об этом подробнее уже в самой игре. Давайте, перед тем, как приступить на счет 3, поднимайте ваш любимый напиток, каким бы он ни был, и давайте наша традиция. Раз, два, три! За ваше здоровье и что в вашей жизни было все очень интересно. В общем, чтобы было интересно жить, но в хорошем плане, чтобы там без, знаете, неприятностей. С ними тоже, блин, интересно жить, только они нафиг не нужны. Давайте, раз, два, три! Бручай! Ох, горячий чаек! Ну и давайте, поехали! Нам уже игра, как бы, видите, дает подсказочку ходить так-то, а взаимодействовать с объектами на левую кнопку мыши. В принципе, управление стандартное, разберется даже ребенок. Но, слава богу, что мне подсказали, потому что я бы не разобрался. Опа, помехи! А вот мы и внутри! Ха-ха! Так, ладно, две минуты у вас, две минуты! Вступительные команды готовы? Гляньте, что там с оркестром, пожалуйста, он готов? У нас на авансцене не работает фонарь. Может, туда кого-нибудь отправить? Да побыстрее! Ладно, ждем ответа от пиротехников. У нас кто-нибудь остался в погодном отделе? Нет, они тоже ушли! Ну ладно, окей, нет проблем. Минута! Всем ни пуха ни пера по местам! Выступление номер 237! Начинаем через 3, 2, 1... Поехали! А, и все! В общем, вот так вот, друзья! И действительно, начинаем через 3, 2, 1... Поехали! Оказывается, мы с вами такой вот незамысловатый... С вами комнатки, и в принципе, я вот нашел путь только вот сюда. Вижу, вот здесь горит кнопка. Ну че, давайте нажмем! Секундочку, пожалуйста, замрите! Кто-то за дверью! Я... Я понимаю, ладно, секунду! Мы можем узнать точное местоположение игрока? Что, их двое? Так, ладно. Привет! В общем, тут... Тут так... Немного... Немного неловко вышло. Думаю, лучше, если мы будем честны друг с другом. Это... Немного неудобно. Дело в том, что та игра, которую вы скачали... Да, сейчас в ней уже кто-то играет, так что вам нельзя... Нельзя-нельзя! Вы пока... Вам пока нельзя поиграть, мне очень жаль. Да, это довольно неловко вышло. Я не знаю... Я не знаю, почему так вечно происходит. Вообще-то, обычно мы более организованы. Лучше зайдите внутрь, я все объясню. Это вот сюда. То есть... Здесь, здесь вполне безопасно. То есть, в основном, почти безопасно. Просто зайдите. Ага, суть вот в чем. Игра уже началась, так что вам туда... Вас туда засунуть невозможно. И еще, вам... Вам просто сейчас будет сложновато уйти. Но, думаю, это неплохо. Это... Я... 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 Я знаю, что делать. Я попробую... Я попробую позвонить в отдел связи и рекламы. И потом мы отведем вас в фойе, хорошо? Вы только посидите тут. Да, мы вас пристроим. Ладно, давайте мне только... Только найти номер. Ладно. Как неловко действительно... Звонок пошел. Кто-нибудь обязательно возьмет трубку. Все хорошо, хорошо. Гудки, не беспокойтесь. Давайте возьмем. О, они повесили трубку, ладно. Это я. Окей, ладно, еще разок. Простите, мне так жаль. Ладно, посмотрим. Простите, я знаю, что вам сейчас надо было быть там, в другом месте. Ну ладно, я понял, что происходит. У нас тут что-то вроде забастовки происходит, да? Да, мы потеряли несколько кадров. Кстати, а вы бы не могли, ну, не против оказать мне некоторую услугу? Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Мне бы и впрямь, мне было бы, мне действительно пригодилась ваша помощь. Как быстро субтитры улетают, просто нереально. Ну, если вы хотите тут подождать, тогда я вам дам знать, когда мы подготовимся. Я, пожалуй, подожду. Я, пожалуй, подожду. Просто, знаете, зачем выпускать такую возможность, верно? Да, верно. Я не хочу на вас работать. Вы какие-то странные ребята. Сюда пускают мало кого из игроков. Да? Ух ты, какая честь. Здорово. Давайте посмотрим, что здесь вообще есть. Можем чашку повертеть. Друзья, вот такая вот интересная игра. То есть, нам с вами отвелась роль, вроде бы, игрока, который должен был, я не знаю, поиграть в игру, но который в итоге не играет, начинает выполнять совсем другие вещи. А крайне интересная задумка, в принципе, чего-то подобного. Если честно, я и ожидал что-то крайне необычное. И, конечно же, уже ставшей классикой для подобных игр, нам за кадром с нами кто-то общается. То есть, еще какой-то герой, какой-то человек, либо нам поясняет что-то. Ну, в общем, ведет нас вот так вот интересненько. Смотрите, тут, видите, 20 минут, видите, какой-то игры, значит, тут росписи, что-то, куда идем. Понятно. Ну, хорошо. Давайте, ладно, идем дальше. Просто, как назло, весь наш погодный отдел и полотдела дикой природы взяли, да и ушли этим утром, и мы даже не успели ничего сказать, а ведь тут все просто, в основном кнопки. Вам нравятся кнопки, да? А потом вы сможете поиграть в игру, сразу, как только закончится другой человек, обещаю. Вы поможете? О, просто чудесно, окей, прошу сюда. Да, отдел свечения находится прямо здесь. Я... Эм... Да. Что да, я не пойду туда? Не могли бы вы... Не могли бы вы, может быть, немного вперед пройти, а? Игрок последние полторы минуты ждал загрузку, так что нужно поскорее зажечь огни. А, то есть мы теперь должны помогать этому игроку играть, что ли? То есть весь персонал уволился. Я там, кстати говоря, наверное, еще пару слов неправильно прочитал. Суптиты просто мимолетные, там реально на паузу надо ставить. Не волнуйтесь насчет забастовки, мы это переживем. Ну, я и не волнуйтесь, сука, ваши проблемы, ребята. Дайте мне туда смотреться, вы меня прям ведете, не даете мне даже остановиться. Дайте я сюда вообще пройду. Понятно. А, нет, это отдел смешных операций, нам не туда. Почему? Я б хотел сюда. Ну ладно, видите, не зря подошел, он нам что-то новенькое сказал. О, не могли бы вы... Ну да, ну и переделка. Окей, итак, если можно спустить вниз по лестнице, вон туда, ладно? У нас есть дела, там вас ждет еще уйма других столов. Ну ладно, пойдем. Что это? Рисуночек? Какой хороший. Вот так, первым делом, вы не могли бы включить свет. Большое спасибо, а то, знаете, в темноте людям играть как-то не пристало. А то еще споткнуться. Так, помер, что там мой друг, видите, этот рубильник. Он управляет закатом. У нас еще есть такие отражения в озере, выглядит чудесно. Да, давайте включим. Да-да-да-да. Вот так вот. Маленькие огоньки мерцают в окнах поместья, отражаясь в декоративном лесу или что-то такое волшебное зрелище, знаете. Окей, теперь нам надо опустить игрока куда-то там. Это игра ограбления, игрок должен кое-что украсть. Не хочу вам ничего портить, но тигр играет тут очень важную роль. Он есть в названии. Хорошо, в отдел дикой природы. Вот эта дверь. Хе-хе-хе, что заврет? Не надо, не надо так пугаться. Это, это не настоящие джунгли, просто игра. Вообще-то это, это просто комната с декорациями джунглей. Разница заметна. Но я, я могу понять беспокойство. Какая музыка? Где-то за стенкой. А если... А здесь не тру... Ага, здесь ключ. Туда впустить я вас не могу, увы, долго объясняет здоровье и безопасность. Там просто шкафы, много-много шкафов. Но, стоп, одно но, нам очень нужно натравить на игрока-тигра, это очень важно. На игрока-тигра? О, боже, ну вы в своем уме? Кто будет трогать выключатель с меткой лазеры, а? Не в микрофон, у нас есть кто-нибудь... Не, круто. Ладно, а в сторону дурацкий выключатель, нам скорее всего надо идти дальше. Бери, нам скорее надо идти дальше. В следующей комнате есть, и в общем там сильно поджимает время. Хе, в общем, не знаю, если я подошел, я что-то потыкал. Ладно, ему не понравилось, мы включили лазер. О, можно свет еще включить. А вот еще. Они не нажимаются. А, во. Вы бы не могли не делать этого, пожалуйста. Я не могу эти кнопочки меня манят. Что я могу с тобой поделать? Я болен. Хлопка мания, вылечите меня. Я не могу. А если так? Понятно. Боже, как мне нравится все тыкать. Зря вы меня сюда допустили. Я разрушу вашу игру, чертовой бабушки. Где-нибудь еще, где-нибудь есть чего потыкать? Ничего, нет. Кстати говоря, на правую кнопку можно приближать. Если вы слепы. О, еще. Неизвестное. А ну-ка, сейчас узнаем. Отдел освещения почти весь вечер на это убил. Им было бы очень неприятно, если бы, ну, они тут еще работали. Что, все? Ничего не работал? Так я вот нажал неизвестно. Погодите. Может быть, открылась эта дверь? Ясно? Никто не открывает. Здесь нет еще кнопочек? В общем, я понажимал все, что смог найти. Это интересно. Интересно, а там были такие кнопки? По-моему, нет. Обратно мы не можем выиграть. Ну, ладно, пойдемте. Ладно, здесь все. Это вполне безопасно. Обычно у нас этим занимались другие люди, но они ушли сразу после того, как... Что-то не будем. Их мне не стоило. Просто, просто поверните рычаг и, скажем так, выпустите тигра на сцену. Он вот тут, что ли? А, ну он меня не тронет. Нервно смеется. Лучше поверните этот рычаг, правда? Да? Вот этот вот? Слушайте, слушайте, вы должны... Тигры, они, оказывается, что там любят, они, скажем так, не очень... Господи, что субтитрами? Они просто невероятно быстрые. Господи, вы не могли бы, вы не могли бы, уже готовы? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. В общем, выпустите, пожалуйста. Ух ты. Не делайте этого, я хочу! Ау, тигр! Давай! Я заведу тебя! Сожри игрока! Давай, мой мальчик! Молодец! Садись, ты готов к бою! Давай, тигр! Этот тигр в одиночку сажал как минимум 7 человеческих рук! А может и больше! Вполне вероятно, что больше! Да? Я вижу тут еще выключатели! О, нет, нет, не туда! И не та дверь! Послушайте, в комнате есть куда более важные проблемы, и она уже рычит. В этой комнате настоящий тигр! Настоящий! Он же от вас практически в пяти шагах! Короче, кстати говоря, на самом деле. Не хочу поднимать панику, но... Так, прыгать я не могу, но я вижу эту комнату. Ха-ха! Это что такое? Здесь ничего нельзя сделать, но было забавно ее открыть. А есть еще кнопочки, которые я могу понажимать? Помимо этого рычажка. Так, погодите. О! Не трогай, не трогать контейнер! Хорошо! Так, нажмите... А, зап... А, ну-ка давайте. Нет, нет! Все в порядке, нормально! Тут просто рано нажали на кнопку, окей! Знаете, прежде чем вызывать укоротителей, надо сначала выпустить тигра. Да? А, понятно, хорошо. Отлично, просто отлично! Тигр сейчас на уровне, так что нам надо убедиться, что он никого не сожрет, или вы не могли бы нажать красную кнопку... А, хорошо, да, что вызвать укоротителей, я понял. Кнопка, кнопочка, кнопка. Кажется, она рядом с дверью в погодный отдел. Тигр? Нельзя оставлять тигра на уровне, мы так однажды сделали, и он сожрал всех птиц. У вас там птички есть? Здорово! А, на этот раз тигра все-таки выпустили на уровень, вперед! Они вышли! Окей, я пытаюсь придумать, куда бы вас еще пристроить. Кажется, у нас никого не осталось на подмостках, так? А, остались? Ну, прекрасно, вау, поверить не могу. Что ж, тогда погодный отдел. Джерри находится вот там. А тут что? Вы так хорошо справляетесь, тут так, так, совсем недалеко идти. Да? Все? Здесь нет кнопочек? Я хочу кнопочки! Ну, а кнопочек нет, правда. Ну, ладно, пойдемте дальше. Погодный отдел, здесь все протекает, блин. Ох, ненавижу эту комнату. Нелегко тут пришлось, знаете ли. Во время нашего второго представления затопило весь уровень саду. Пришлось снимать игрока с крыши беседки. Так, ну ладно, по сценарию у нас начинается гроза, сделаем дождь. Поверните красный вентиль у той двери. Плавно. Вот этот вот. В сюжете многое завязано на грозе. Это важная часть третьего акта. Да, ладно. Красный вентиль повернуть, хорошо. Слушайте, все нормально, не берите в голову. Тут тот рассказ про выступления. У нас с тех пор было 235 нефатальных выступлений. Да, ну ладно. А все, я повернул. Ну ладно, буду с вами откровенен. В паре выступлений у нас были кое-какие подводные казусы. Но теперь мы все делаем, все даем надувные рукавники. Всем даем. Охренеть. О, зонтик. Нет. Так, красный, да? Вот еще один. На что это? О, еще один. Что? Страус? Что это? Я не... Павлин, по-моему, какой-то, да? Так. Так, ну. Последний, наверное, да? Вот этот вот надо. Все-таки надо красный повернуть. А я тебя пытаюсь сюда пройти. Ясно. А сюда? Понятно. Ну давайте. Нет-нет-нет, многовато. Окей, пойдет. Под вентилятором есть кнопка, которая включает громом молнию. Кнопка... А, о, да. Можете дать молнию? Конечно. Это очень классный эффект. Ох, наверное, что-то замкнуло. Как жаль, здесь довольно сыро. В общем, я думаю, что куда-нибудь отмерят, запасли мы бы туда всякой нет. Вот оно сработало. Представьте, как все здание зарилось большими вспышками молний. Весьма внушительная сцена. Агро... О, кстати говоря. По всей видимости, игрок проник в особняк через анжерею и он собирается использовать лифт. Ладно, все в порядке, мы можем это устроить, но вот здесь, сюда. Хотя, постойте-ка секундочку, это очень важно. За этой дверью игрок пройдет в максимальной близости от кулис. Он будет прямо за стеной, и я не знаю, из чего сделана эта штука. Она наверняка из какой-то ужасной дешевки, так что нам надо вести себя очень тихо, понятно? А, типа, чтобы не палиться, но это я умею. Ау, игрок, ты здесь? Ау! Ха, видимо, он еще не пришел. Ха, спускайтесь по лестнице! Да, вот так. Там находится особняк. Игрок мог пройтись сюда гораздо раньше, но ему пришлось повозиться с лазерами, которые кое-что, кое-кто включил. Это я, да. Вы же понимаете, что под этим кое-кто, я имею в виду вас, да? Да, я знаю. Я, я не слишком тонко выразился, а? Все, все окей, все в порядке, все в порядке. Это всего-то, для них это было весело и внезапно, такое острое испытание. Так или иначе, теперь нам нужно сделать следующее. Игрок пойдет по коридору и вызовет лифт. Когда откроется дверь, он войдет внутрь и нажмет кнопку вниз. Когда это произойдет, вам нужно будет дернуть рычаг вон с той стороны. Лифт, разумеется, всегда должен был работать сам по себе. Это просто пережиток репетиций, которые никто не удосужился убрать. К тому же, все нормально, у нас еще полно времени. И вообще... О, нет, стоп, вот он, он идет. Равнение, вперед, вперед, вперед. Ждем. Готовьтесь. Я не буду дергать рычаг. Что он там делает? Почему он, почему он не нажал кнопку? Я нажму. Не получается. Не двигайтесь, не двигаюсь. Давай. Примегом в ад. Ох, ну слава богу, поехали. Хех, я не знаю, что там произошло, кажется, он... Он не мог услышать, надеюсь, что не услышал. Скорее всего, не слышал. Что ж, по крайней мере, теперь все нормально. В общем-то, ему еще придется из ряда повозиться, может потихоньку приготовиться к игре. Но только надо подготавливать пиротехнику для сцен, а потом можете идти. Вверх по лестнице, там есть лифт до отдела пиротехники. Господи, ну с ума сойти, просто... Хорошо, а я могу еще что-нибудь поджимать, нет? Понятно. Тут что-нибудь еще? Мы, может быть, уже пройдем. Я, кстати говоря, забрал стикер. Это интересно. Так, пиротехника, на лёд. Вы боитесь лифтов? Это нормально, я понимаю. Не, я не боюсь, я просто хочу исследовать это дело. У вас очень интересная игра, и есть много вещей, о которых вы не говорите, но их можно нажать. О, бабки! Ну а чё, пятак-то не лишний. Нормально, я их забрал. Ну так а чё, еще бы не забрать. Так, это отдел пиротехники? А, нет, смотрите. Кот! 1-8-6-8. Я не запомню, а инвентаря у меня нет. Ну ладно, я забрал. Почему бы и нет, стикеры пригодятся. Так, все вроде... Что? А, с напитками прямо там висит? Ребята, вам надо как-то здесь прибраться, что ли? О, лазеры! Это я их включил, я молодец. Интересно, в этой игре, видимо, их можно было и не включить. Это крайне здорово. Так. О, кнопочка! Есть! Нажалось! Отлично! Я мастер нажимать кнопули. О! О, бог мой, бог мой, вы целы? Все ладышки на месте? О, они в правильном положении? Окей, вы целы? Точно? Прекрасно! Я так, боже, я так сожалею. Мне правда, это же... Это погодный отдел, так ведь? А, точно. Ладно, послушайте. Раз мы не можем воспользоваться лифтом, остался единственный вариант. Пройти через отдел сверхконцептуальных замешанных операций. Я не хотел вас туда везти, но обычно для этого проводят много тренировок. Но я буду с вами на связи, все будет хорошо, все будет в порядке, мужайтесь. Я готов. Я это с самого начала хотел. Вперед, конце... Погодите. Бабах! А, не работает, точно, совсем забыл. Добро пожаловать в отдел смешанных операций. Это отдел, который управляет... Но много чем управляет. Закрытые, открытые двери, освещение, дубовые машины, звонки. Суфлеры, лазеры, охранно-хранилища, усыпляющие дротики. Ну, в общем, всякое такое. Но все в этом отделе по числам уж, не знаю почему. И обычно у операторов есть такой большой... Проще говоря, обычно они знают, что делают, но у меня тут есть инструкция, так что разберемся. Бэкстейдж. Мы не можем опройти. Швабра, здорово. Нет, ничего интересного. А на фоне музончик такой ритмичный. Нет, слышите? Это ведь музончик, это не часы? Нет, это музончик. Ох, вот он пункт управления. Итак, прежде всего начнем с того, что вам нужно нажать цифру 4. О, смотрите, загрузочный экран. Просто будьте смелее, цифра 4. Погодите, я стикеры соберу. О, монетка. Монетку верни. Отлично. Цифра 4. Где? Да-да-да, не ворчи. Я сейчас нажму, дай мне, дай мне, дай мне тут осмотреться, бро. Что ты меня сразу по делам гоняешь? Тут очень интересно. Так, это не нажимается. Это тоже. Да-да, сейчас я нажму цифру 4, господи. Да погоди ты секунду. Понятно, ну давай. А, не волнуйтесь, все нормально, думаю, все в порядке. Да, не думаю, что это гонек, значит что-то плохое. Так, 5, 7, 2, 1, 2, 1. 5, 7, 2, 1. Так, ладно, то, что мы тут сделали, оказывается совсем не то. Вы бы не могли нажать 9, потом 4, и потом еще 1. 9, 4, 1. О, запахало. Кажется мы, о, кажется мы все перезапустили. Это нормально, в инструкции мы тут. Алло, Зина? Черт. Что, что вы только что сделали? Это, это же мог быть важный звонок, да? Извини. О, зачем вы это? Ах, плевать, я нашел нужную инструкцию, нажмите 9. Хорошо, нет проблем, нажимай 9. Ладно, давайте просто представим, что с девяткой разобрались. Да, да, давай. Это здорово, но мне кажется это не так. Окей, 5, 2, 1, 4, 4. 5, 2, 1, 4, 4. Стойте, не сжимайте звездочку, чтобы отменить. Это 6, 6. Хорошо, 6. Не обращайте внимания, все нормально. 7, 2 налево. 7, 2 налево. Все нормально, 7, 2 налево. Я уже сделал налево. 1, 4, 2. Господи, 1, 4, 2. Алло, Зина? Зина, я слушаю. Черт, господи, никто не подошел к друге. Ох, да ладно, опять? Вы что, вы не знаете, как пользоваться телефоном? Ладно, вернемся к панели. Да, давайте, нажмите эти шифры. 2, 5, 2, 5, 9. Ох, этот звук, на который я, кажется, просил не обращать внимания. Отказывается, это очень плохой сигнал, так что я вас прошу. Размернитесь на 180 градусов и спуститесь по лестнице вниз. Пожалуйста, пожалуйста, немного подальше. Вперед! Правда, сейчас лучше уйти. Хорошо, я ухожу? Простите, что не узнал про сигнализацию. Вот так вот, отлично. Ах, это не так уж и страшно. Ладно, назад, быстрее, быстрее, вверх по лестнице. Иду я. Ну, чуть-чуть побыстрее, пожалуйста, немножко. Так, немножко быстрее. Да я здесь уже, давай. Ладно, спокойно, не волнуйтесь. Я не волнуюсь. Что такое? Почему меня закрыли? Хотя немножко можно. Нажмите 7, 4, затем 7, 4 звездочка. Вот она. Так, что-то там горит? О, так, все горит. Да, все-таки горит. Не думаю. Правда, не думаю, что здесь вообще что-то должно гореть. Кто? Прошу, только не делайте. Зина! Черт, подери! Они скользкие! Что вы сделали? Я просил, чтобы не делали. Да для трубки скользкие! Кто намазывал их маслом, дебилы? Ну, зачем вы это сделали? А зачем? Не делал я этого! Я не специально. Перестать тебя обучить. Постой-ка, мы все еще, мы все еще можем все исправить. Мне нужно, чтобы вы нашли синюю панель с надписью Downfall. Так, синяя панель. Я нашел, да. Она не горит, не нагорит, да. Я нашел способ, как активировать рычаг безопасный слева от... О, нет, погодите, стоп, справа. Так, справа, не слева, находится... Это как говорили... Так, где он? Я запутал! С минуты на минуту. Что? Где рычаг? А, вон, нашел, да, есть такой. Он не работает. Не работает, говорю. Сейчас? Мы все-таки это сделали. По-моему, сделали. Игрок покинул поместье. Думаю, думаю, у нас получилось. Только не знаю, почему до сих пор идет дождь. Но вы сделали все правильно. И спускайся по лестнице. Господи! Какая работа! Здесь больше делать нечего. Вам больше не надо здесь торчать. Можете наконец-то во всем забыть. Ну, хорошо. Как скажешь. Вот, вы справились с сестренкой. Сестренка, я пацан. Огромное спасибо тебе. Огромное спасибо, ты очень помогла. Помогла и помог. Без тебя мы бы не справились. Вот правда. Я помог, я мужик. Ой, я мужик. У меня огромный елдак. Я мужик. Какая сестренка. Ладно, хрен с тобой. Итак, мы снова здесь. Так что, вот как мы поступим. Ты зайдешь туда, подождешь немного. Я зажгу свет. И... Доктор Ленгискофф, тигры страшно проклятые изумруд. Наслаждайся. Хорошо. Ой, только не говори, что теперь у тебя... Ладно, неважно. Большое спасибо. Что, еще один игрок? Да вы должно быть шунете. Я не могу еще раз такое повторить. Ладно, мне очень неловко. В общем, дело в том... Постой-ка, вы куда пошли? Ладно, так, смотрите. Мне надо вам рассказать. Хорошо, что это осветительное. Вам надо дернуть. Ну ладно, это отдел дикой природы. Нет, погодите. Это же... Там же тигр. Там же тигр. Это... О, нет, не надо, нет. Не нажимайте, стоп. Нет, а... О, боже. Что? Да нет! Невероятно! Невероятно, друзья! Прекрасная игра! Господи, сколько удовольствий я получил от ее прохождения и с ума сойти! Вот, друзья, и конец. Тот самый тигр какой-то еще игрок. Кто же сделал что-то не так? В общем, друзья, игра невероятная! Дарит море позитива! Последняя сцена, где вы пытались что-то с кнопками сделать просто была фееричная! Дико-дико дала посмеяться, зарядила позитивом! Надеюсь, вам, друзья, понравилась вот эта такая коротенькая игрульна. Поиграйте в нее сами, может быть, получите какое-то дополнительное... Дополнительное удовольствие. В игре только одна концовка, если что. То есть, здесь нет разветвлений. Ну и вот как так. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки! Вы меня очень сильно этим поддерживаете! Подписывайтесь на канал! Добавляйтесь в друзьяшки ВКонтакте! И вступайте в группу в группу! В группу в группу! Ступайте в группу ВКонтакте! И в группу в Стиме! Там я болтаю с ребятами! Там у нас выкладываются ролики! В общем, всякая информация будет интересная! Ну и следить за роликами, возможно, будет удобнее вам! А также у нас с вами есть канал на Твич, там проходят прямые трансляции! И второй канал на Ютюбе, где выкладываются их записи! С вами был Сергей Хелье! Всем счастья, удачи, здоровья! Не порайте, не парейте! И как жалко, что потомных игр так мало! Всем пока! Ох ты! Неплохо! Мы срубили много очков! А, улучшения доступны для Саев! А, наконец-таки! Враги теряют кровь от ударов Сая! Это очень здорово, кстати говоря! Так, и что я хотел? Я хотел прокачать себе дробода! Наконец-то, господи! А, вот зачем нам нужно, смотрите! Да, колесо прикручено, но все еще не хватает другого! Так, нужно найти еще один! Давайте войдем внутрь! Умрать! А, вот, кстати говоря, вот еще один! Я поднял колесо от вагончика! Оно в хорошем состоянии!